Весомый личный вклад в укрепление мира, дружбы, сотрудничества с Луганской Народной Республикой. Анатолий Бибилов награжден медалью за верность долгу. Объявили голодовку. В Гемпрокуратуру поступили заявления от обвиняемых по делу Иннала Джабиева. Обеспечить максимальную защиту от опасного вируса. В республике продолжается вакцинация. Привиться может любой желающий. Обвиняемые по делу Иннала Джабиева объявили бессрочную голодовку. Причину обосновывают тем, что они содержатся под стражей незаконно, необоснованно и бездоказательно за преступление, которое они не совершали. Соответствующее заявление обвиняемые направили в Гемпрокуратуру. В Генпрокуратуру поступили заявления обвиняемых в превышении должностных полномочий, повлекших смерть Иннала Джабиева, об объявлении ими бессрочной голодовки. Причину голодовки обвиняемые обосновывают тем, что они содержатся под стражей незаконно за преступления, которые они не совершали. 9 мая 2021 года в Генпрокуратуру Республики Южной Сети поступили заявления содержащихся в изоляторе временного содержания МВД Рио, Наниева, Кузонова, Багаева, Джоева, Сланова и Хугаева. Обвиняемых в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, выразившихся в наступлении смерти Джабиеву Иннау Сергеевичу об объявлении бессрочной голодовки. Причину голодовки Наниев, Кузонов, Багаев, Джоев, Сланов и Хугаев обосновывают тем, что они содержатся под стражей незаконно, необоснованно и бездоказательно за преступления, которые они не совершали. В частности, в своих заявлениях Наниев, Кузонов, Багаев, Джоев, Сланов и Хугаев обращают внимание на то, что один из следователей прокуратуры, расследовавших уголовное дело по факту причины смерти Джабиеву, попросил судмедэксперта о выдаче подложной справки о якобы наступлении смерти Джабиева Иннау Сергеевича от множественных телесных повреждений. Судмедэксперт по просьбе следователя оформила упомянутую справку и выдала его следователю. Данная справка послужила основанием для их задержания, а также спровоцировала огромный общественный резонанс и общественно-политический кризис в республике. Они стали политическими заключенными в борьбе за власть. В заявлениях также отмечается о признании под видеозапись судмедэкспертам в том, что указанную подложную справку она выдала по просьбе следователя прокуратуры и что это влияло основанием их незаконного задержания и последующих продлений сроков содержания под стражей. Также обвиняемые в заявлении о досрочной голодовке ссылаются на несостоятельность заключения судмедэксперта, где она указывает о позе ласточки, не подтверждая объективно какими-либо исследованиями, являющимися ее заключением и носящим характер версии. В оправдании своей позиции задержанные ссылаются на заключение экспертиз по уголовному делу. При указанных обстоятельствах обвиняемые Нанев, Козумов, Багаев, Джоид, Сланов и Хугай объявили бессрочную голодовку до тех пор, пока уполномочены по правам человека при президенте Республики Южной Осетии и представители из всех фракций парламента Республики Южной Осетии не выслушают их законные требования о незаконном задержании и восстановлении их прав и свобод. Претензии к администрации мест содержания под стражей обвиняемых не предъявляют. Копии указанных заявлений также были направлены и в парламент Республики Южной Осетии для организации встречи депутатов с обвиняемыми. Генеральная прокуратура рассмотрела заявление обвиняемых и усилила надзор за соблюдением условий их содержания под стражей. Ежедневно обвиняющие бессрочную голодовку с 9 мая 2021 года два раза осматриваются врачом. По состоянию на 13 мая 2021 года состояние одного из обвиняемых резко вхудшилось, в связи с чем в течение суток в ИВС два раза вызывалась бригада скорой медицинской помощи. Вместе с тем 9 мая 2021 года родственники задержанных прибыли к зданию Генеральной прокуратуры Республики Южная Осетия. Их принял исполняющие обязанности Генерального прокурора Республики Южной Осетии Багаев Макомед Вячеславович. На встрече родственники выдвинули требование освободить содержанных в связи с тем, что 3-я комиссионная окончательная судебно-медицинская экспертиза подтвердила непричастность обвиняемых к наступлению смерти Джабиева. По словам прокурора, родственники обвиняемых выразили крайние возмущения по поводу нахождения на свободе Николая Схавребова, обвиняемого в совершении посягательства на жизнь государственного деятеля. Родственники выразили крайнее возмущение по поводу нахождения на свободе Схавребова Николая Алановича, обвиняемого в совершении посягательства на жизнь государственного деятеля, министра внутренних дел Республики Южной Осетии, Нанива Игоря Георгиевича. То есть в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни. 10 мая 2021 года в связи с отказом депутатов посетить изолятор временного содержания МВД РИО и встретиться с заключенными, родственники и обвиняемых со защитой их прав и законных интересов обратились в парламент Республики Южной Осетии с требованием посетить задержанных и выслушать их законные требования об освобождении из-под стражи. Несмотря на это, депутаты парламента Республики Южной Осетии, за исключением председателя партии «Единая Осетия» Таттая Волна Сергеевича, отказались посещать и ввес и встречаться с обвиняемыми. Совместно с исполняющей обязанности генерального прокурора Республики Южной Осетия Багаева Магомеда Вячеславовича и исполняющими обязанностями министра Республики Южной Осетии Пухаева Мир Бадетича Таттай Волна Сергеевич посетил изолятор временного содержания МВД РИО, встретился с обвиняемыми и выслушал их требования. Генпрокуратура сообщает, что согласно заключению повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы 26 апреля 2021 года, смерть Иннала Джабиева наступила в результате развития у него острой сердечной недостаточности. Что согласно заключению повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы за номером 212300262 от 26 апреля 2021 года, копии которого вручены как обвиняемым их защитникам, так и потерпевшей ее адвокатам. Смерть Джабиева Иннала Сергеевича наступила в результате развития у него острой сердечной недостаточности по типу фатального нарушения ритма на фоне имеющегося длительного протекающего поражения сердца и сосудов, в течение которого отягивала экзогенная интоксикация. Нарушение жизнедеятельности, вызванное токсическими веществами, проникшими в организм. Выявлены при судебно-медицинском исследовании представленных материалов повреждения на теле Джабиева как по отдельности, так и в своей совокупности не явились причиной смерти. И таким образом между повреждениями, причиненными Джабиеву и наступлением смерти, причинно-следственная связь отсутствует. Генеральная прокуратура проводит доследственную проверку по заявлению обвиняемых. В настоящее время в Генеральной прокуратуре Республики Южная Седия проводится доследственная проверка по заявлению обвиняемых по поводу незаконной выдачи судебно-медицинским экспертам Республики Южная Седия от Загоевой подложной справки, в которой содержатся заведомо ложные сведения, а также вдачи заведомо ложного заключения экспертов по этому делу, которые противоречат друг другу, а также заключениям экспертиз, которые были проведены в экспертных учреждениях Российской Федерации. Залина Кочиева, Рауль Кочиев, информационный выпуск «Сегодня». Праздничные мероприятия состоялись в Луганской Народной Республике. 7 лет назад, 12 мая, были объявлены результаты плебисцета. Народ путем всенародного голосования высказался за провозглашение ЛНР. В торжествах принимает участие делегация из Южной Осетии во главе с президентом республики Анатолием Бибиловым. В колонном зале Луганска состоялось торжественное собрание. Собравшихся с праздником поздравил Леонид Пасечник. Сегодня мы отмечаем наш самый главный государственный праздник – День Луганской Народной Республики. 12 мая – это особая дата в нашей истории, наших судьбах, наших чаяниях и помыслах. Чем дальше время отдаляет нас от дня провозглашения независимости, тем ярче и мужественнее представляется нам подвиг жителей Луганщины, которые не побоялись 7 лет назад прийти на референдум и гордо заявить, что хотят жить в свободном демократическом государстве, где права и свободы каждого превыше всего. Он подчеркнул, что за 7 лет республика прошла непростой путь. Все эти годы мы живем под канонаду украинской артиллерии, но при этом мы верим в мир и являемся сторонниками мирного разрешения конфликта. Указом главы Луганской Народной Республики Анатолий Бибилов награжден медалью за верность долгу. За активное содействие в развитии экономических и культурных связей, общественную и благотворительную деятельность, весомый личный вклад в укрепление мира, дружбы, взаимопомощи и сотрудничества с Луганской Народной Республикой, наградить медалью за верность долгу Бибилова Анатолия Ильича, президента Республики Южная Осетия. Президент Республики Южная Осетия в своем выступлении отметил, что 7 лет это и маленький, и в то же время большой срок, ведь срок измеряется не только днями, часами и годами. В данном случае на Донбассе он измеряется человеческими жизнями. Дорогие луганчане, дорогие жители Донбасса, я и от себя, и от всего народа Республики Южная Осетия еще и еще раз поздравляю с праздником, желаю процветания, мирного неба, благополучия. Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом. Лена Газаева, Лали Кудойва, информационный выпуск сегодня. Ситуация с COVID-19 в Республике стабильная. На сегодняшний день в красной зоне находятся 10 человек. Также в Республике продолжается вакцинация против коронавируса российским препаратом «Спутник Ви». Привились уже десятки человек, в числе первых медики, ведь они по-прежнему находятся на передовой. 10 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся в красной зоне. Их состояние врачи оценивают как средне-тяжелое. Двое пациентов в тяжелом состоянии были транспортированы в лечебные учреждения Северной Осетии для оказания интенсивной медпомощи, сообщила главный инфекционист РММАЦ Элеонора Джиоева. Ежедневный прирост больных снижается, но, несмотря на это, расслабляться не стоит. И в первую очередь нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, которые обеспечивают предупреждение возникновения и распространения случаев коронавируса. В начале месяца в республику была доставлена первая партия вакцины от COVID-19 «Спутник Ви». Чтобы привиться, необходимо за день сдать анализы на антитела. Также у вакцины «Спутник Ви» есть и противопоказания. Если вы решили привиться, то необходимо обратиться к участковому врачу, и вас подробно проинформируют. Я бы призвала всех наших граждан серьезно отнестись к этому вопросу и пройти вакцинацию в случае, если вы подлежите вакцинации. То есть, либо вы не болели, либо вы болели, но прошло довольно много времени, это более чем 6 месяцев, и по анализам вы подлежите вакцинации. Что касается тех, кто уже сделал прививку от коронавируса, они чувствуют себя хорошо, никаких побочных эффектов у них не наблюдается, заключила Элеонора Джиуева. Залина Кочиева, Айда Кочиева, Анжела Кокоева, информационный выпуск сегодня. 15 мая Республика отметит День остинского языка и литературы. К этому дню в образовательных учреждениях проходят мероприятия, открытые уроки, творческие вечера, различные конкурсы, где учащиеся демонстрируют владение родным языком и знания остинских традиций и культуры. Сюжет Яны Плеевой. В Осетии готовятся к празднованию Дня остинского языка и литературы. Традиционно в преддверии праздника в школах проходят открытые уроки. Как рассказали в Министерстве образования и науки, в этом году в образовательных учреждениях также пройдут различные мероприятия с участием известных остинских писателей и лингвистов. Во всех школах и в садиках, могу сказать, особенно в школах, проводят очень много мероприятий, посвященные и Дню Коста, и Дню осетинского языка. А вот сейчас идут, как сказала, открытые уроки ко Дню осетинского языка. За последние годы предпринимаются важные шаги по сохранению и развитию языка. Меры поддержки, связанные с изданием дошкольных программ, учебных пособий, реализуются образовательные проекты в рамках госпрограммы по развитию родного языка. Однако судьба языка напрямую зависит от нас самих, от того, насколько мы стараемся сохранить язык и в первую очередь внутри семьи. Об этом речь шла и во время награждения школьников, победивших на конкурсе по чтению стихотворений на синском языке. Недавно прошло мероприятие, вы сами освещали вот это, это стихи Коста онлайн. Наши дети приняли очень активное участие, очень активное участие. Даже вот организаторы приехали сюда, большая делегация приехала, и они отметили, как здесь у нас осетинский язык процветает, что наши дети говорят на осетинском языке, наши дети принимают участие вот в таких мероприятиях. В прошлом году пандемия помешала проведению мероприятий в честь Дня осетинского языка и литературы. Однако в этом году удастся навершать упущенное. Почти во всех городских школах запланированы мероприятия, которые будут проходить в течение недели и до 15 мая включительно. Яна Плива, Замат Кудзеев, информационный выпуск сегодня. Без языка нет нации. В Национальной библиотеке прошел литературный вечер, посвященный Дню осетинского языка. Участники мероприятия говорили о роли и значимости родного языка. Репортаж Стеллы Бязровой. Один из самых древних языков в мире – осетинский язык. Он по праву считается одним из самых красивых и богатых языков в мире. В Национальной библиотеке прошел литературный вечер, посвященный Дню осетинского языка. Представители научной и творческой интеллигенции рассказали о значимости истории осетинского языка. Важно проводить подобного рода мероприятия с участием учащихся и прививать любовь к родному языку. Ведь именно от подрастающего поколения зависит будущее осетинского языка. Роль в деле сохранения и развития любого языка прежде всего принадлежит его носителям. «Самое главное, чтобы в каждом осетинском доме звучала осетинская речь», – подчеркнул профессор Гацер Плите. «Каждый гражданин, считающий себя осетином, должен сохранять и беречь родной язык», – добавил он. «Каждый гражданин, считающий себя осетинского языка. Зоя Бетарта отметила, что в планах создания национальной гимназии, где дети будут изучать осетинский язык, литературу и культуру осетинского народа». «Национская школа! Продолжение следует! Продолжение следует!» Учащиеся школу продекламировали произведения на эстинском языке. Стелла Бязарова, Альдина Чехоева, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды на завтра, 14 мая. По всей республике ясная погода. В Знаурском районе днем 27 градусов тепла, ночью плюс 15. В Завском районе днем плюс 25, ночью плюс 10. В городе Куайса днем плюс 21, ночью плюс 10. В Ленингорском районе днем 26 градусов тепла, ночью плюс 12. В столице республики в Схимвале днем плюс 28, ночью 14 градусов тепла. И это пока все новости. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин